Очень странно читать комментарии, уж не знаю кого, бывших наших или бывших россиян, которые сейчас находятся или живут в США. По крайней мере, IP-комментария, который мы цитируем ниже, указывает на Нью-Йорк. Вот он. Андрей Модератор. Но все же отдельное спасибо за множество попыток пропихнуть эту гадость на DL News под разными именами. А вот здесь вы, уважаемый, врете, это был совсем другой человек. Если для вас и вашей аудитории Fox News это фейк-ньюс, то сейте перлы CNN и им подобных либерастов и на Украине. Они вам будут благодарны и не утруждайте себя баном, прощайте. Все эпопеи я не видел, но точно знаю, что на новый сайт рушится лавина англоязычного и другого спама. В отличие от линии обороны, где наработан уже достаточно серьезный архив спамеров, там еще много идет в проверку, и модераторы это видят своими глазами, в том числе и Андрей. Но, тем не менее, речь тут идет о том, какие источники информации используются для публикации тех или иных материалов. Известно, что у Трампа имеется собственная медиа-империя, и, естественно, она работает так, как у нас работает знаменитый телеканал «Г плюс Г». И вот именно их было предложено читать для баланса, я так понимаю. Но тут дело вкуса, кто-то читает одно, а кто-то другое. Нам удобнее черпать информацию из источников, которые не требуют оплаты за чтение даже не аналитики, а просто текущих новостей. Поэтому мы отдаем предпочтение тем, кто дает оперативную информацию на безвозмездной основе. К сожалению, мы пока не можем позволить себе годовые подписки на десятка-два изданий, и потому американские источники у нас наподобие Reuters, европейские, для баланса именно по эпопее об импичменте, наподобие французского издания Mond. Нас устраивает регулярность и оперативность информации этих и других изданий такого типа. Но это мы пишем для того, чтобы закрыть тему об источниках. На самом деле их достаточно много, но автор того комментария, проживая в Штатах, как-то не проникся тамошним духом равенства и демократии, поскольку в этом случае не было бы таких выступлений. На самом деле мы никого там в Штатах не осуждаем и не защищаем. По сути, это внутренний процесс, и касается он не только и не столько самого Трампа, как того сдвига баланса, дозволенного для первого лица США, который Трамп усиленно пытается совершить. В предыдущей статье мы писали о том, что некто Коломойский сейчас у нас действует в режиме бессмертного, как в компьютерной игре. Но в Штатах то же самое сейчас демонстрирует Трамп. И это важно для нас хотя бы потому, что Штаты всегда позиционируют себя как авангард демократии. Поэтому мы смотрим на то, что там сейчас происходит, как на звук камертона. Работает вообще демократия или как? Речь идет о том, что имея не один шкаф со скелетами, Трамп вышел на пост, где он неизбежно попадает под микроскоп исследования его подвигов. С таким послужным списком, как у него, надо оставаться в бизнесе, где срезание углов является распространенной практикой. При этом все остается на совести бизнесмена, пока у него не возникнет публичный спор и дело не дойдет до суда. С президентом все же обстоит иначе. Его грязное белье будут перетряхивать все, кто сочтет нужным. Это публичный пост, и кандидат в президенты просто обязан открыться перед избирателями, а контроль за этой открытостью гарантирует первая поправка Конституции США, которая действует уже более 200 лет, и закон о доступе к информации. Да, в законе есть определенные ограничения, но они работают в плане получения информации, помимо желания того или иного государственного органа или чиновника. В данном же случае речь идет о том, что высшее должностное лицо должно лично демонстрировать открытость и прозрачность тех аспектов своей деятельности, которые особенно чувствительны для общества. Да, демократы – противники республиканцев и действуют в контра президента-республиканца. Да, только что еле угас мега-скандал расследования прокурора Мюллера. Да, все это присутствует, но кто виноват, что у Трампа столько скелетов в его шкафу? Кто виноват в том, что он не прекращает их плодить уже на посту президента? Более того, если он действительно чист, аки агнец, то зачем выстраивать такую глухую и позорно выглядящую со стороны оборону? Зачем запрещать сотрудникам Белого дома и Госдепартамента давать показания комиссии? Скрывать же нечего. Пускай расскажут, как было дело, и если там действительно все чисто, скандал угаснет сам собой. Кстати, расследование Мюллера оказалось отнюдь не безрезультатным. Села целая группа лиц, которая прямо работала на Трампа и которая просто не дала на него показаний. А сам прокурор Мюллер четко сказал, что он не может предъявить обвинению Трампа не потому, что в его действиях не обнаружено состава преступления, а потому, что сейчас он занимает пост президента. Это что, чистый исход для Трампа? А он и такому исходу радовался как дитя. Но вот что важно именно для меня. Трамп не желает открываться ни под каким предлогом. Он отнимает у переводчика стенограмму своих переговоров с Путиным в Хельсинки. Он запретил своим сотрудникам давать показания в Конгрессе, хотя те получили соответствующие повестки. Но мало кто знает, что у Трампа горит еще в одном месте. Похоже на то, что могут всплыть его бизнес-контакты с неприятными людьми, в частности из Москвы. И там та же самая тактика закрыть информацию, не дать увидеть то, что он делает не перед камерами или в Твиттере, а когда все это выключено. И Трамп становится не показушным игроком, а самим собой. Далее цитата из того самого агентства Reuters. Мы не станем ее анализировать, а просто подведем общий итог. Вот она. Адвокаты президента США Дональда Трампа и прокуроры штата Нью-Йорк, пытающиеся получить налоговые декларации Трампа, должны встретиться в Федеральном апелляционном суде в среду. Дело, которое будет рассмотрено во Втором окружном апелляционном суде США на Манхэттене, является одной из нескольких судебных баталий, в которых президент-республиканец пытается защитить свои личные финансы от проверки. В августе окружной прокурор Манхэттена Сайрус Венс, демократ, затребовал в суд личные и корпоративные налоговые декларации Трампа с 2011 по 2018 годы и другие записи от давней бухгалтерской фирмы президента Mothers USA. Повестка является частью уголовного расследования в отношении Трампа и его семейного бизнеса. Область применения этого запроса публично неизвестна. Трамп подал на офис Венса в Федеральный суд Манхэттена для того, чтобы заблокировать повестку, утверждая, что как действующий президент он не может быть подвергнут уголовному расследованию. Окружной судья США Виктор Марер 7 октября отклонил иск Трампа, подтвердив тем самым, что тот не застрахован от расследования, а такое его заявление отвратительно для государственной структуры правительства и конституционных ценностей. Ранее в текущем месяце Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне поддержал усилия комитета по надзору Палаты представителей, чтобы получить финансовые отчеты Трампа от Мазар. Суд второго округа отложил постановление Марера от 7 октября, пока не рассмотрит дело. Офис Вэнса согласился не применять свой запрос в течение 10 дней на случай, если суд примет решение в его пользу, чтобы дать Трампу время для апелляции в Верховный суд США. Министерство юстиции США взвесило обстоятельства этого дела, заявив, что Вэнс должен продемонстрировать веское и конкретное доказательство того, что ему нужны документы для его расследования. Два комитета Палата представителей стремятся получить финансовые отчеты Трампа из Deutsche Bank и Capital One Financial Corp. В настоящее время суд второго округа рассматривает судебный иск Трампа, чтобы заблокировать получение и этих записей, в которые не включены его налоговые декларации. Как видно, Трамп решил, что он не должен ни перед кем отчитываться и даже не собирается предоставить документы, которые должны засвидетельствовать, с его слов, его полную чистоту и непогрешимость. В общем, не только расследования Мюллера или телефон Гейта гонятся за Трампом из его укромных шкафов, но еще куча разных подвигов. Так вот, комментаторы, живущие в США, встали в позу и почему-то не хотят разобраться в ситуации хотя бы для того, чтобы понять, почему эти разноплановые подвиги лезут изо всех дыр так, как этого не было ни у одного президента США. Им это неинтересно. А раз так, то касаясь самого Института демократии в США, невольно возникает вопрос – пациент скорее жив, чем мертв? Или таки скорее мертв, чем жив? Причем это мы привыкли к тому, что наши чиновники очень быстро вживаются то в роль аватара, то в роль какого-то отсасина, неприкасаемого и неподсудного, а потому позволяют себе вытворять вещи, которые ни на какую голову не налазят. Мы это списываем на крайний низкий уровень политической культуры и на портновское правосудие и законодательство. Но вот же в Штатах нет портного и его странных кодексов, а результат примерно тот же. В этой ситуации радует лишь то, что часть сотрудников Белого дома и Государственного департамента вопреки запретам все же решились дать показания, неважно в пользу Трампа или нет, перед комиссией Конгресса. Поскольку речь уже идет не о Трампе и даже не о межпартийных разборках, а скорее о том, жива ли демократия в США. Удивительно, что сами американцы этого не могут или не хотят понять.